Всем привет! Это программа Дополнительное время и я ее ведущий Кирилл Васянин. Подошла к концу не только рабочая, но и спортивная неделя. Давайте вместе вспоминать лучшие моменты, имена спортсменов и победный счет. Поехали! Начнем этот выпуск с самого значительного спортивного мероприятия в мире. С Олимпиады в Южной Корее. Несмотря на то, что ведущих спортсменов сборной России не пустили на этот праздник спорта, те, кто уехали, продолжают показывать высокий класс подготовки и завоевывать медали. На данный момент у наших ребят 6 медалей, 2 серебряных в командном фигурном катании и скелетоне и 4 бронзовых. Одна из них в шуртреке, одна медаль в парном керлинге и 2 медали в лыжных спринтах. Одна у женщин, одна у мужчин. Саровчанка Анастасия Седова в лыжном старте на 10 км свободным стилем финишировала на 8 позиции. Это очень хороший результат. Впереди еще одна гонка с ее участием. Это будет женская эстафета 4 по 5 км, которая состоится в субботу 17 февраля. Не пропустите трансляцию. По традиции в начале февраля Саров присоединяется к всероссийской лыжной гонке «Лыжня России». На старт выходят все от мала до велика, а первыми на лыжню уходят воспитанники детских садов и младшие школьники. Это всегда живописная картина. Детки, начиная с 4-летнего возраста, стартуют без палок. Мы их всех видим, они в зоне видимости. Они получают огромное удовольствие и, конечно, родители их встречают на финише. Всего в празднике приняло участие более 2,5 тысяч человек. Это больше, чем в прошлом году. А значит, здоровых и спортивных жителей в нашем городе становится все больше. Продолжается городской зимний турнир по футболу. В третьем туре «Саров Инвест» победил «Энергию» 2-0. Команда «Динамо» из воинской части переиграла «Авангард» 2-1. «Консар» в ничью завершил игру с командой «СРФТ» 1-1. А «Терем» уступил «Динамо ВД» 0-2. В четвертом туре встреча «Энергия» и «Консара» закончилась 0-1. «Авангард» и «Динамо ВД» закончили встречу со счетом 2-0 в пользу «Авангарда». «Саров Инвест» в сухую переиграл «Дюшикар» 2-3-0. «Динамо» в воинской части выиграл у «Торпедо» 5-2. А перенесенная игра «СРФТ» «Дюшикар» закончилась в пользу спортивной школы 0-1. В «Сарове» завершились 44-е командные соревнования на первенство города среди общеобразовательных школ «Чудо-шашки». Турнир прошел во Дворце детского творчества и в нем приняли участие аж 10 команд. В течение трех часов шла спортивно-интеллектуальная борьба. В итоге третье место завоевала команда лицея номер 3. Команда школы номер 16 заняла второе место, а победителями турнира уже третий год подряд стали юные шашисты из гимназии номер 2. С 9 по 11 февраля в Нижнем Новгороде прошли региональные соревнования по кикбоксингу в разделе «Фулл Контакт». Победителями соревнований стали Андрей Дейнек и Антон Каманин. Серебряные награды завоевали Василий Поздяев, Александр Сущевский, Андрей Ермаков, Валерий Сурнир и Максим Житков. Бронзу взяли Евгений Блинов, Георгий Жирнов и Илья Анучин. По результатам соревнований Антон Каманин прошел отбор для участия в первенстве Приволжского федерального округа по кикбоксингу. Андрей Дейнек признан лучшим бойцом турнира и награжден специальным призом. В прошедшие выходные на горе Глубокой прошли традиционные соревнования для детей по слалому. О том, как это было, смотрите в нашем специальном репортаже. Маленькому Кириллу нет еще и пяти лет, но он уверенно входит в повороты, знает, как кантовать на горных лыжах и уже не в первый раз выходит на старт настоящих соревнований. Вячеслав Буредин, отец Кирилла, отдавая сына в этот спорт, преследовал вполне прозаичную цель. Он слишком уж активный, поэтому решили всю его энергию выплеснуть, попробовать на лыжи. То есть, ну, пока получается удачно. Вячеслав старается использовать каждую возможность приехать с сыном на горнолыжную базу. Горка в Союзе хоть и маленькая, но позволяет оттачивать технику. Кирилл и его сверстники стоят на лыжах значительно увереннее, чем их родители. Потому что им легче вставать на лыжи, то есть детям. Родители, не знаю, может быть, по своей боязни, то есть у детей эта боязнь в детстве еще пока отсутствует. Соревнования на горе Глубокой давно уже стали традиционными. Ежегодно почти три десятка мальчишек и девчонок показывают, чему они научились, улучшают свое время прохождения трассы и готовятся к выездным соревнованиям. Стабильный результат – это не только заслуга детей, а это еще и совместный труд родителей и тренера. Ларисе Караваевой повезло и с воспитанниками, и с их родителями. И они, конечно, всегда помогают, и они уже и детей тоже настраивают, и уже все знают, всю эту технику, там, если я где-то не сказала, они там его додолбят в конце. Я считаю, что мне очень повезло с родителями. Пока родители переживают, юные спортсмены стараются максимально быстро пройти дистанцию. Тут все, как на больших соревнованиях – стартовые ворота, электронный секундомер и эмоции, которые надо побороть, чтобы завоевать медаль. Продолжается чемпионат Нижегородской области в группе «Б». В субботу наши спортсмены далили крылья Зарзамаса 94-56, а очередной матч саровская команда провела против спортсменов из Богородска. Все подробности встречи смотрите в специальном репортаже Ирины Вышегородцевой. В каждом периоде борьба за мяч становилась все интереснее, шанс на победу был равным у обеих команд. В итоге с отрывом в одну очко победил баскетбольный клуб «Орбита» из города Богородск. «Саров всегда для нас принципиальный соперник, с ним всегда было очень тяжело играть с первого года. Мы знаем команду хорошо, знаем, как они могут играть, а тем более в своих стенах они должны были показать сегодня лучший баскетбол. В свою очередь мы сегодня проявили себя еще на грамм лучше, чем могли». Богородские спортсмены не раз становились первыми в чемпионате области и в этом турнире команда настроена только на победу. Но саровские спортсмены не спешат уступать соперникам. Ребята также готовы бороться за первое место. И в ближайшем будущем саровчане планируют взять у соперника реванш. «Хорошая встреча была. Встретимся с ними в финале четырех, надеемся. Уйдем пока успешно. Три победы, два поражения». Следующую игру саровчане проведут на выезде. Баскетболистам предстоит вновь встретиться с богородскими спортсменами. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Специально для программы «Дополнительное время». 13 февраля команда Игоря Веркина добилась очередного успеха. В игре против «Молотоприками» саровские профессионалы не испытали особых трудностей. Быстро подобрав ключи к обороне гостей из Перми, саровская дружина за три периода отправила четыре шайбы в ворота соперника. В ответ получили лишь одно. Кстати, лучшим защитником в ВХЛ прошедшей неделе оказался игрок команды «Саров» Виталий Тесленко. Его показатель полезности плюс пять. Выездной матч саровской любительской хоккейной команды в рамках первенства области первой лиги не принес неожиданности. ХК «Саров Инвест» обыграл ХК «Арзамас» с традиционно крупным счетом. В первом периоде саровчане забили пять шайб и получили в ответ лишь одну. Во втором игровом отрезке «Хозяева льда» также забросили в ворота ХК «Саров Инвест» одну шайбу, но пропустили три. В финальном периоде наши хоккеисты забили четыре безответных гола. Итог встречи 12-2 в пользу саровчан. По признанию самих хоккеистов, встреча становится все сложнее и напряженнее. Все готовятся на нас очень сильно. У нас предстоят такие тяжелые выезды, как Бор и Дома Воротынец, первое и четвертое место. Очень тяжело будет. Но мы работаем в процессе, готовимся к плей-оффу. В эти выходные по традиции можно по-спортивному провести время. Для любителей горнолыжного спорта работает гора Глубокая. Прокат, подъемник и свежий воздух в наличии. Продолжает работать и лыжная база. Есть прокат ватрушек и лыжного инвентаря. Специально оборудованы трассы и освещение, которое работает до 8 вечера. Прекрасное место для семейного отдыха. Еще одно место, прекрасно подходящее для активного отдыха всей семьей или с друзьями, это, конечно же, каток. Прокатиться на коньках можно на самом большом катке ПФО на стадионе Икар. Все выходные он работает с 11 утра и до 8 вечера. Продолжается чемпионат по футболу. В субботу в 12 часов на запасном поле Икара начнутся очередные встречи. В воскресенье стартуют в 11 четверть финальной матчи. Не пропустите. 17 и 18 февраля в СК Юниор пройдет открытый первенство города по художественной гимнастии. В субботу начало в 15 часов, в воскресенье в 11 утра. В субботу и воскресенье в 8 утра пройдет традиционный лыжный мемориал Бориса Гребовича Музрукова. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!